Всем доброго утра. Я сегодня в лесу и погода для сбора грибов просто замечательная. У нас прошли обильные дожди. Я вышла посмотреть, может, что наросло. Действительно наросло. Много очень свеженьких, молоденьких. Посмотрите. Пониже его. Так. Ведерко. Я уже рассказывала, что с грибами в Ирландии очень туго. Не каждый год грибной. В прошлом году просто было нашествие грибов. Грибов собирали все, кто даже никогда грибов в жизни не видел. В этом году грибов совсем не было, потому что было достаточно сухо. А почему грибов нет? Потому что лесов не осталось практически. Естественных лесов. Все леса высаживали специально. Вот сейчас всю неделю шли дожди. Дождей было очень много. Прям проливные дожди. Будем надеяться, что сейчас пойдут грибы, потому что впереди будет достаточно теплая погода, влажная погода. Воздух стал мокрый. Сырой уже. Давайте я вам расскажу, какие грибы растут в Ирландии. Те, что я собираю. Подберезовики. Прям тут он и встретился нам. Итак, растут подберезовики, подосиновики. Что еще у нас тут растет? Белый гриб. Дубовик. Вот это то, что собираю я из жареных грибов. Посмотреть вокруг еще. Прям на дорожке был. Что еще? Из соленых грибов я собираю путники. Я не знаю, как он по-научному называется. В наших краях он назывался путник. Может быть, сейчас увижу его тут. Потому что здесь достаточно сыра. Он должен быть вот в таких местах. Лисички собирают. Рыжики собирают люди. Рыжики я тоже собирала в прошлом году в лесу, в Донаде. Не здесь. Здесь они не растут. Волнушки. Что еще? Сыроежки. Вот сыроежка, видите? Но она... Вообще, сыроежки, сколько попадалось мне сегодня, они все... Они все червивые уже. Надо было вчера за сыроежками идти. Но вчера дождь был весь день. Сыро было. Ничего я больше там не нашла. Какие грибы собираете вы, если собираете? Может, еще какие-то есть грибы, знакомые нам. Потому что все из разных мест поприезжали. У всех грибы свои растут. Я собираю лишь те, с которыми знакома с детства. Ой, смотрите. Сегодня здесь еще никого до меня не было. Никто не шел. Так, как мне тебя обойти, паучок? Не будем трогать. Пускай все думают, что здесь никто не ходил. Некоторые смеются, что я называю грибы жареные, соленые. Как будто они в таком виде в лесу и растут. Но я же тоже это не сама придумала. Бабушка у меня так называла. Грибы жареные. Это те, которые можно варить и жарить. Соленые. Это те, которые годятся только на засолку. Хотя, вот, например, сыроежкой ее ведь и пожарить можно. С картошкой, например. Да? Но только возни с ней больше, чем с обычными грибами. С жареными. Пойти в Ирландии за грибами и насобирать хотя бы на жареху, это уже большая удача. А если вы насобирали грибов столько, что останется на заготовку, на зимнюю, то считайте, что вы джек-пот вытянули. Грибов. Пропали грибы. Пропали. Не знаю, там где-то было. А сейчас прямо вот иду и пусто. Ни сыроежек, ни поганок, ничего нет. Но это первый слой только, учитывая, что грибов не было совсем. А впереди будут теплые дни и перемежаться будут дождливыми. Температура поднимется до 18 градусов. Будет день дождя, день тепло. Поэтому грибы должны будут пойти. Их будет еще больше. Хвастаться пока нечем мне. Вот такой пассажир едет на ведре у меня. Вот. Бесплатный. Ой! Опять я в болоте. Ладно, хоть не зачерпнула. Мокро, сыро. Много их, этих слезняков после дождей. А грибов мало. Стало мало. Там как-то было, когда зашла в лес, пособирала. Вот такая у нас собиралка, болталка сегодня получилась. Так. Смотрим. Березы пошли. Кстати, мои дети грибы не едят. Совсем. Местные грибы. Едят только лесные. Спрашиваю, в чем разница. Говорят, что в текстуре разница. То есть те, не то, что они не любят. Они их даже в рот не берут. Из магазина вот эти шампиньоны. Ну, фермерские грибы. А вот лесные и жареные едят, и суп грибной едят. Видимо, это какая-то генная память. С детства еще осталось у них там заложено. Что-то там чувствуют. Хотя, я большой разницы нет. Конечно, лесные грибы, они вкуснее. Но я ем любые. Лишь бы грибы были. Ну, давай, пассажир. Сходи с поезда. Побыстрее давай. Не идти надо. Вот. Здесь я его оставлю на столбике. Так. Идем дальше. Грибочки смотреть. Походу, сегодня мне просто удача улыбнется. Джекпота я сегодня не сорву. Так, это у меня последняя полянка. Все, уже перед выходом из леса. Хвастаться мне нечем. Вот смотрите, что мне. Удача. Точно не джекпот. Не знаю, удача, наверное. Грибов много я не нашла. Но на грибовницу или на картошку жареную с грибами мне хватит. Именно на картошку жареную с грибами, а не на грибы с картошкой. Да, скорее всего, я и пожарю так. Так я и сделаю. Со свежепросольным огурчиком. Но грибы пойдут. Однозначно пойдут. Может быть, в этом лесу их просто нет. Но что-то мне подсказывает, что в других лесах грибы должны быть. Так что в выходные, у кого есть время, выберетесь в лес. Может, что-нибудь найдете. Да не что-нибудь, а однозначно найдете. Жалко только, что мы не пойдем в лес в эти выходные. У нас свои планы. Все. Пора выходить из леса. Сейчас уже шустро, быстро. До дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова